Друзья, всем привет! С вами Александр и вы на канале World House Pro. И в сегодняшнем выпуске мы хотим рассмотреть такой материал, как арболитовый блок. Какая у него история, какой у него состав, какие есть плюсы и минусы. Об этом и обо всем расскажем вам сегодня. Поехали! И свое начало арболитовый блок берет в 19 веке в Соединенных Штатах Америки. В то время в США стала сильно развиваться дерево, обрабатывающая промышленность. И было много отходов производства. То есть это были опилки, стружка. И предприимчивые американцы хотели куда-то применить этот материал, эти отходы и не просто их выбрасывать. И пришла идея смешивать это все с бетоном и получать более легкий, более теплый блок, чем обычный бетонный блок, который тогда применяли для частного строительства. И на тот момент появился так называемый опилка-бетон. Вся эта технология стала развиваться. Она стала интересной инженерам, строителям, потому что этот блок действительно получил более лучшие характеристики по всем показателям, нежели блоки, которые были на тот момент, и они применялись только с использованием бетона, гипса или глины. Соответственно, опилка-бетон стала развиваться и стали появляться различные, так скажем, выходить другие блоки по составу, по качеству. И в 60-х годах уже прошлого столетия такой блок пришел в СССР. И он также заинтересовал советских ученых. И на территории Советского Союза стало строиться много различных заводов по производству такого блока. В 60-е годы, когда этот блок стал производиться на территории Советского Союза, он имел еще другое название. Назывался он «ЦДК», что означало «цементно-древесный композит». И только впоследствии, уже ближе к 70-му году, он приобрел название «арболита», что означало «арба» в переводе с латинского дерева. «Лит» — это камень. То есть это был некий деревянный камень. К тому моменту было уже проведено достаточно много испытаний. И инженеры, ученые, строители определили тот состав блока, который был более оптимальным. В него входила деревянная щепа, сульфат натрия и цемент. Несмотря на свое название, сульфат натрия — это достаточно безвредный для человека химикат, который применяется в пищевой промышленности. В процессе производства самого блока инженеры столкнулись с двумя основными проблемами. Первое — то, что в составе древесины входят некие сахара, которые препятствуют правильной реакции и замешиваниям с цементом. И блок получался неоднородный. Он где-то рассыпался, в центре могло просушиться лучше, снаружи — хуже. И поэтому их было достаточно плохо применять. И решением этой проблемы стала обработка древесины и ее высушивание. То есть всю древесину, которую применяли как сырье, ее около трех месяцев высушивали на открытом воздухе под навесами. Из нее испарялась вся влага и выходили все сахара. После этого через специальные шреддеры дробили доску и получали уже достаточно однородную щепу, которая была сухая. И она уже достаточно хорошо смешивалась с цементом, обволакивалась вся в цементе, реакция происходила корректно. Блок высыхал и набирал свою прочность уже полностью целостно. И он был уже готов к применению. И вторая проблема, с которой также столкнулись инженеры, это то, что нужно было сделать какие-то правильные формы для этого блока. Потому что когда щепа сухая набирала в себя влагу, она начала разбухать. И геометрия блока, соответственно, нарушалась. После многих испытаний было принято решение выполнять стальные формы, которые закрывались полностью со всех сторон. То есть это был некий короб, который потом металлическим листом закрывался сверху. После 12-ти часовой сушки такого блока в этой форме его вынимали. После этого уже можно было складировать на поддоны и отправлять в производство работ на строительную площадку. Но, как и множество производств, к развалу Советского Союза и развалу вообще экономики страны, соответственно, все производства, все заводы по изготовлению такого блока были закрыты, как и многие другие. И только уже в начале 21-го века частные предприниматели стали какие-то создавать небольшие гаражные производства, где не было специального оборудования, специальных станков. И начали также опять экспериментировать с составом, добавлять какие-то другие элементы, чтобы снизить себестоимость и повысить, собственно, маржинальность своего бизнеса. В 2011 году появился актуализированный ГОСТ по четкому составу и вообще процессу производства блока. И, к сожалению, на сегодняшний день только единицы придерживаются четкого состава составляющих по ГОСТу и четкого процесса производства. Потому что в связи с этим цена блока становится достаточно высокая. И все предприниматели, конечно, хотят снизить стоимость и добавляют некачественные составляющие. Процесс производства стараются ускорить, делают некачественные формы. Из-за этого результат получается не очень хороший в большинстве случаев. Давайте теперь перейдем подробно к свойствам этого блока и рассмотрим их по порядку. Первое, наверное, одно из самых важных – это, конечно же, прочность блока, потому что это составляющая прочности всего дома. Прочность блока составляет примерно М25. То есть это при плотности от 500 до 700 кг на кубический метр. То есть это, в принципе, средняя плотность такого блока при производстве. Вообще его делают еще и менее плотным, но в редких случаях. То есть у средненных показателей где-то 600 кг на кубический метр. Соответственно, по прочности он соответствует и может использоваться для строительства двух-трехэтажных домов, как и остальные современные материалы – керамзитобетон, газобетон, керамоблоки. То есть он обеспечивает необходимую прочность. То, что касается теплопроводности. Очень многие заявляют, что у него какая-то там супермифическая и крутая теплозащита, и он там может сопоставим быть там с 800 миллиметрами газобетона. На самом деле это все очень сильно преувеличено, потому что здесь нет каких-то суперинновационных материалов. Это дерево и цемент. И средний показатель по теплопроводности – это коэффициент 0,09. То есть он соответствует коэффициенту теплопроводности газобетона плотности 400 кг на кубический метр толщиной 400 миллиметров. То есть каких-то супер теплоизоляционных свойств нет. Да, он обеспечивает теплозащиту при толщине 400 миллиметров. Этого достаточно при современном строительстве. У этого блока достаточно большой коэффициент влагопоглощения. То есть он очень сильно набирает в себя влагу. И открытый блок без какой-либо отделки может спокойно заливаться сильным дождем. То есть если даже у нас толщина 400 миллиметров, дождь идет снаружи, внутри стены будет выступать влага. Это достаточно серьезный минус и говорит о том, что нельзя его оставлять без отделки вообще там, ну даже не на год. Желательно его закрывать сразу же после строительства. Иначе он напитает в себя влагу и будет терять свои свойства. Если использовать такой блок без монолитного каркаса, то есть выкладывать именно несущие стены, опирать перекрытие, он дает достаточно сильную усадку. Примерно от 1 до 0,8%. То есть если мы говорим с вами о трехметровой стене, то она усядется примерно на 3-2,5 сантиметра. То есть это достаточно много. И при отделочных работах последующих это нужно учитывать. То есть после того, как вы выстроили полностью коробку, нужно подождать как минимум 3-4 месяца, чтобы она полностью уселась. Только после этого делать отделку, иначе вся она будет трескаться, и внешний вид дома будет уже совершенно не тот, который вы изначально планировали. Еще один немаловажный показатель – это огнестойкость. Стена из арболитного блока имеет огнестойкость G1. Что это означает? Она подвержена горению, но огонь не распространяется. То есть щепа может тлеть, но она не горит и не выделяет какие-то вредные газы. Потому что вся щепка в некой цементной оболочке, и в нее просто не поступает нужное количество кислорода, чтобы блок мог возгореться. Исходя из всех этих свойств, можно выделить определенные минусы и плюсы этого блока. Давайте начнем с минусов. Самый основной минус – это то, что практически 90% производства на сегодняшний день – это подпольные гаражные производства, которые абсолютно никак не проверяются. Да, есть ГОСы, в которых указан состав, марка блока, технология производства. Но почти никто, к сожалению, ее не соблюдает. Поэтому все, что было вышесказано, говорится именно о классическом ГОСТовском блоке, который, возможно, производили в конце прошлого столетия. Но на сегодняшний день такой блок найти достаточно сложно, потому что нету хороших производств. Это основной минус. Следующий минус, который исходит, в принципе, из этого же – это плохая геометрия. Так как никто практически не использует качественные и хорошие формы, блок примерно на сантиметр-полтора друг от друга может отличаться. И все его теплотехнические свойства при этом снижаются, когда в кладке образуются мостики холода в виде толстых растворных швов, которые могут достигать того же сантиметра, как в кирпичной кладке. А по технологии блок должен быть ровный, класться на ровный клеевой шов, который составляет не менее 3 мм. Еще один минус – это ограниченность в отделочных материалах. Так как блок имеет высокое влагопоглощение, большой коэффициент паропроницаемости его можно отделывать только материалами с теми же свойствами по паропроницаемости. То есть практически это только дерево и штукатурка. Опять же, штукатурка не силиконовая, а цементно-песчаная. Такие отделочные материалы на сегодняшний день являются уже достаточно устаревшими. И если вы захотите что-то интересное по внешнему виду, то нужно будет очень сильно постараться. И последний, наверное, тоже немаловажный минус – это стоимость этого блока. На сегодняшний день стоимость варьируется от 4,5 до 5,5 тысяч за кубический метр. То есть это цена именно хорошего, качественного блока с тех редких производств, где соблюдают технологию. Но, в общем-то, она достаточно дорогая относительно конкурентов, которые есть сейчас на рынке. И понятно, чтобы производить качественный блок, необходимо вкладывать достаточно много денег. И, соответственно, ваш дом по сравнению с конкурентами будет стоить дороже, нежели из других материалов. Теперь можно перейти к плюсам, которые все-таки есть у этого блока. Это достаточно хорошая экологичность. То есть если мы говорим о качественном производстве, о качественных составляющих, то в нем вообще нету каких-то там вредных веществ для человека. И, в принципе, жить в таком доме будет комфортно. Он не будет воздействовать как-то отрицательно на здоровье проживающих. Еще один плюс, который, в общем-то, ну, не сказать, что значительный, но о нем стоит упомянуть, это то, что в него легко крепить абсолютно любой крепеж. Не нужны какие-то специальные анкера, там еще что-то. То есть можно забить спокойно гвоздь молотком, можно закрутить самый обычный саморез, и все это будет достаточно хорошо и прочно держаться. Это, несомненно, да, некое преимущество перед аналогами. Помимо этого, у этого блока также хорошая звукоизоляция. Так как деревянная щепа расположена в хаотичном порядке в самом блоке, звуковые волны хорошо гасятся. И стена одинаковой толщины, к примеру, из кирпича, керамзитобетона или газобетона, будет более хуже по звукоизоляции работать, нежели арболитовый блок. И заключающий плюс, это, в принципе, достаточно удобно с этим блоком работать. Несмотря на его не совсем ровную геометрию, его можно легко пилить обычной ножовкой по дереву, бензопилой. То есть не нужны какие-то специальные приспособления, там, специальные пилы. Он легко пилится обычным инструментом, которым пилится обычное дерево. На сегодняшний день сам по себе арболитовый блок, это не единственное изделие, где применяют арболит. Существует еще несколько его, так скажем, выражений в строительстве. Первое, это некая несъемная опалубка, которую делают из арболита, выставляются щиты и заливаются внутрь бетон. Соответственно, щиты в этом случае играют роль теплоизоляции и опалубки. Они потом остаются и отделываются. Но, как бы, уже общего такая конструкция ничего не имеет с обычным блоком, потому что там основным составляющим является бетон. Помимо этого, также есть блоки пустотные внутри. У них толщина стенки около 4 сантиметров. Такие блоки также выставляются как несъемная опалубка. В них закладывается утеплитель и заливается бетон. Опять же, основную роль там играет бетон. Арболит только лишь вспомогающий элемент. И еще одна достаточно интересная технология, которую используют с применением арболита, это заливка по месту. То есть берут щипу, берут цемент, замешивают это все сразу на строительной площадке, выставляют опалубку и, как обычный монолитный бетон, заливают это все в конструкцию. В таком случае, в принципе, уходят все мостики холода. Но вот такое производство прямо на строительной площадке, оно, конечно же, не всегда качественное. И редко кто там использует правильные составляющие, правильную щипу, которая прописана по ГОСТу. И как бы на выходе, конечно же, теряется много свойств при использовании вот именно такой технологии. Кстати, дом позади меня, это один из наших проектов, который выполнен как раз-таки из арболита. Но здесь он является только заполнением наружных стен, а основной несущий каркас выполняется монолитный. Об этом проекте у нас, скорее всего, чуть позже выйдет на канале отдельный выпуск или уже вышел. Так что смотрите, проходите по ссылочкам, он там будет. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, каждый может сам определить, связываться ему с таким материалом или нет. От себя же можем добавить следующее, что нету однозначно хороших или плохих материалов. У всех материалов есть свои плюсы и минусы. Но рассматривать такой блок для строительства в современное время, мы считаем, нету смысла, потому что когда этот блок производился и был, так скажем, в пике частного домостроения, не существовало материалов таких, как газобетон, керамоблок, керамзитобетон, то есть более современных, которые появились уже позже. И все производители, которые на сегодняшний день раздувают из арболитного блока какой-то самый лучший блок именно по теплоизоляции, часто на этом акцентируют внимание, они очень сильно преувеличивают, потому что он не превышает по теплоизоляции, по своим свойствам какие-то современные материалы. Так что определяйтесь сами, строить вам из этого блока или нет. Мы всего лишь вам помогаем в этом разобраться. На сегодня это все. С вами был канал World House Pro. Всем пока!